В Средиземном море у Ливийского побережья 7 января утонули две женщины-беженки. Ещё десятки человек пропали без вести. Береговая охрана Ливии успела спасти более 250 мигрантов. Они направлялись в сторону Европы на двух лодках. Одна из них затонула. Вторая оставалась на плаву, но была переполнена. «Береговая охрана спасла примерно 250-270 женщин, детей и мужчин. Их доставили на берег Горабули и оказывают медицинскую помощь. Позже их отправят в Центре помощи». Днём ранее береговая охрана Италии также спасла недалеко от Ливии 84 мигранта. При этом 8 человек всё же погибли. Лодку, терпящую бедствие в Средиземном море, обнаружил рано утром в субботу патрульный самолёт. Береговая охрана вытащила мигрантов из воды и доставила их в безопасное место. Сотни тысяч выходцев из африканских стран бегут через Сахару в Ливию. Здесь они, как правило, платят нелегальным перевозчикам людей за то, чтобы добраться до Европы. В прошлом году её берегов достигли более 170 тысяч беженцев. В том числе в Италии высадились почти 120 тысяч. Это примерно в два раза меньше, чем в позапрошлом году. Сокращение числа прибывших беженцев удалось добиться благодаря более активным действиям итальянских и ливийских властей. Ранее они договорились уничтожать лодки нелегальных перевозчиков и постоянно патрулировать прибрежные ливийские воды. Между тем ООН заявляет, мигранты, попав в Ливию, оказываются в ловушке. Часто нелегальные перевозчики людей вымогают у них деньги, а не способны заплатить, продают в рабство. Длинные очереди образовались у супермаркетов Каракаса столицы Венесуэлы. Накануне президент страны Николас Мадур распорядился, чтобы магазины снизили цену до уровня, который был месяц назад. При нынешней гиперинфляции это существенное удешевление. В результате тысяч человек устремились за покупками, но некоторые супермаркеты, как, например, этот, решили просто не открываться. «Мы понимаем, что сети супермаркетов имеют право повышать цены, поскольку всё взаимосвязано. Но не так не обуздано. 300 процентов. Думаю, нужен хоть какой-то контроль, чтобы мы могли делать покупки». 31 декабря Мадуро объявил о повышении минимальной заработной платы на 40 процентов. При этом большинство экономистов говорит, что правительство фактически создаёт порочный круг, который приведёт к катастрофическим последствиям. Особенно если учитывать, что Венесуэла – страна с самыми быстрорастущими ценами в мире. С января по ноябрь прошлого года цены выросли на 1369 процентов. Такие данные приводят парламент страны, который находится под контролем оппозиции. Предположительно, за весь год этот показатель составил 2000 процентов. При этом власти Венесуэлы больше не публикуют данных об инфляции на регулярной основе. Чтобы предотвратить повышение цен, Мадуро систематически повышал минимальную зарплату. Однако из-за растущей инфляции и обесценивания национальной валюты миллионы венесуэльцев оказались за чертой бедности. Средняя зарплата в Венесуэле сегодня составляет около 800 тысяч боливаров в месяц. Это чуть более 7 долларов США, если считать по широко используемому курсу на чёрном рынке. Частично её выдают талонами на продовольствие. Миллионы жителей страны по-прежнему не могут себе позволить даже трёхразовое питание в день. Последнее повышение минимальной зарплаты, как предполагается, ещё больше простимулирует рост цен. Оппозиционные политики говорят, что нежелание Мадуро отказаться от экономической модели, основанной на жёстком контроле со стороны государства перенесёт ещё больше бедствий в текущем году. Ситуацию сугубит также чрезмерное печатание денег. При этом Николас Мадуро обвиняет во всём других. В своём недавнем полчасовом обращении он сказал, что местные и иностранные СМИ распространяют пропаганду и что внешние враги совершают нападки на Венесуэлу в попытке ослабить национальную валюту и саботировать её нефтяную промышленность. Жители австралийского Сиднея стараются держаться поближе к водоёмам. Термометры показывают больше 47 градусов. Жара, жарища, великолепно. Утром так невыносимо жарко, что невозможно спать. По данным Метеобюро, такой жары в городе не было с 1939 года. На перекрёстках перегрелись и отключились светофоры. Кое-где наблюдались перебои с электричеством. Многие обращаются за медицинской помощью. Экстремальная жара установилась в трёх австралийских штатах. Начались лесные пожары. В штатах Виктория и Южной Австралии из-за этого объявили режим чрезвычайного положения. Так в Виктории сообщается о 50 очагах возгорания. 400 домов остались без электричества. «Людям важно следить за нашими предупреждениями, поскольку ситуация меняется, и мы предоставляем своевременную, уместную и адаптированную информацию, чтобы люди могли позаботиться о своей безопасности». Тем временем Всемирная Метеорологическая Организация ООН предупреждает об экстремальных погодных условиях в разных уголках мира. Так, Северо-Восток США, Канада, а также Китай во власти сильных холодовых ветров. А в Европе, Австралии и Южной Африке, наоборот, температура воздуха непривычно и высокая для этого времени года. «В Европе очень тепло. Во французских Каннах в среду был побит температурный рекорд – плюс 23 градуса Цельсия. В среднем во Франции было плюс 11,5. Это на 6 градусов выше нормы». А это Испания. Здесь снегом завалило около 70 километров трассы, соединяющей Мадрид и Сеговию. Около 4000 водителей были вынуждены провести ночь в машинах. На помощь прибыли спасатели.